В этом видеоролике мы с вами поговорим про крафт, тоники, рецепты и все, что связано с этим. Покажем вам тесты. Спасибо большое Олегу Патогеновичу за то, что он помогал и участвовал в этом съемке этого видео. И наслаждаемся, готовим кружечку кофе, это будет слишком долгий ролик. Всем привет, с вами Готик и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Разделим это видео на две части. В первой части мы поговорим с вами о рецептах, во второй части мы проведем опыты с лекарствами, тониками и так далее. Значит, покупать стоит особое лекарство, особую настойку, особое зелье и тоник. Это те рецепты, которые нужны для крафта, самые необходимые. Лучше всего купить особое лекарство, после чего деньги можно не тратить. Также купить отравленные стрелы для охоты, чтобы не портить тушки, если вы не стреляете со снайперской винтовки. Огненные стрелы, стрелы с динамитом, но это уже позже. Для самого начала нужно купить только особое лекарство и больше ни с чем не заморачиваться. Почему, объясню чуть позже. Что касается лошадей и приманок и так далее, это самое бесполезное, что только можно купить. Так как, если купить на лошадь седло, выносливость у нее вообще фактически не кончается, как хоть на старые дохлые клячи. Поэтому это выброшенные деньги. Перейдем непосредственно к самому интересному, это к опыту. Для крафта лекарства и тоников нам понадобятся растения, которые растут. Можно посмотреть, где именно на карте, которую я выкладывал в прошлом видео. Или у нас в дискорде, обязательно заходите. После того, как вы приобрели рецепт, они попадают к вам в инвентарь виде брошюры. Их надо изучить, и после чего на костре готовим. Для этого надо огромное количество непосредственно всяких разных ингредиентов. Но можно готовить сразу несколько видов тоников. Точнее, один тоник из нескольких видов ингредиентов. Допустим, у вас чего-то нет одного. Не беда, можно из других видов приготовить. И самое, что интересно, настойка и зелье форсируют метки глаз и выносливость. Дальше лекарства форсируют непосредственно само здоровье. Лекарства бывают сильные лекарства, которые форсируют на 2 единицы. И особые лекарства, которые форсируют сразу на 3 единицы. В чем у них различия, смотрим. Сейчас, на данный момент, я стою без использования тоников и лекарств. Просто без форсации всего, либо без рагу и мяса и так далее. Сколько надо выстрелов для того, чтобы убить человека в тело с винтовкой с откидным затвором. Все опыты будут проводиться именно с ней. Далее пьем лекарства, которые можно приобрести и так в магазине. Они форсируют на 1 деление. И это добавляет нам 1 попадание, в котором мы можем выжать 2 деления. Ну и как вы видели, форсирование 1 и 2 уровня ни на что не влияет. Вы все равно умрете после 1 попадания. Форсирование же 3 уровня позволяет вам пережить еще одно пулевое ранение. Что будет, если съесть рагу или, допустим, мясо крупной дичи с приправой, которая форсирует нам на 4 уровень само сердце внутри шкалы. И выпить лекарство 2 уровня. Под таким составом рагу или мясо крупной дичи плюс лекарство 2 уровня, это тоже самое эквивалентное, что и лекарство 3 уровня. От убийства в голову не спасает ничего. Ну и форсирование лекарства 3 уровня вместе с рагу также не дает ничего хорошего. Вы также будете убирать с 3 попаданий. Таким образом, для того, чтобы пережить 3 попадания, нам надо выпить лекарство 3 уровня, либо съесть рагу или мясо крупной дичи с приправой и выпить лекарство 2 уровня. Таким образом, мы переживем с вами 3 попадания. Если выпить лекарство 2 уровня и ничего при этом не делав, это то же самое, что вы lone лекарство 1 уровня. По сути дела, вы восстанавливаете шкалу здоровья, форсируете, но этого недостаточно для того, чтобы пережить два попадания. Таким образом, мы переходим к форсированию меткого глаза. Первый уровень, второй уровень, либо просто пить него. Сейчас вы видите, как раскрасть в черное третьего уровня работает. Выбиваем тоник первого уровня, зажимаем раскрасть в черное и буквально сразу же шкала начинает уходить. Расстановка меток не влияет на скорость. Мы всего лишь смогли восстановить шкалу меткого глаза. Бьем второго уровня и смотрим, насколько медленнее он стал уходить. Чуть-чуть, буквально пары доли секунд позволяет нам на форсированном уровне использовать меткий глаз. Я бы не сказал, что это прям шик-уаллый блеск. Но при этом копить у себя в инвентаре и не восстанавливать шкалу меткого глаза, это тоже клуба. Поэтому я настоятельно рекомендую использовать и то, и другое, потому что особо никакой разницы это не дает. С выносливостью примерно та же самая ситуация. Выпили зелье, побежали. Быстро начинает снова переходить на шкалу. Выпили второй уровень, побежали. И тут у нас чуть больше идет процесс перехода на непосредственно саму шкалу, но это незначительно. Таким образом, я считаю, что эти рецепты также незначительно в степени ни на что не влияют. Поэтому лучше всего приобрести лекарство. Что касается непосредственно самих тоников, которые форсируют сразу все три атрибута силы, выносливости, меткий глаз. Точнее, здоровья, выносливости, меткий глаз. Я бы не советовал его использовать, потому что, как часто нам показывает практика в бою, используем мы только что-то одно. Либо нас подстрелили, нам надо срочно установить здоровье, либо меткий глаз закончился. Поэтому наготовьте целые кучи лекарств, зелий и для всех видов боевых событий, в которых вы будете принимать участие. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал. Дальше будет еще больше роликов, гайдов. Заходите к нам в Дискорд. Ссылки в описании. Продолжение следует...